Продолжается наша программа, а в эфире сейчас разворот на бизнес. Партнер программы разворот на бизнес Кировский завод Сельмаш. У микрофона сегодня работает Светлана Занько и Олег Прохоренко. Добрый день еще раз и всем, кто только что подключился впервые. Добрый день. Говорим мы сегодня про вкусную тему сыра. Сырный вопрос, станет ли молочная Кировская область экспертом в сыре. Если в первой половине мы говорили о крупных производителях сыра, которые заполняют полки супермаркетов, то сейчас мы пригласили в гости небольшие сыродельные предприятия или фермерское хозяйство, как лучше назвать, которые имеют свою маленькую нишу, но делают сыры, я надеюсь, без пальмового масла. Не знаю, сейчас узнаем. Сейчас спросим. И имеют своих, наверное, постоянных клиентов. Давай представлять наших гостей. Это Светлана Шилова, основатель экоусадьбы сыроварни Ашеть. Производит сыры под брендом Воснецо. Светлана, добрый день. Добрый день. Виталий Добрынин, руководитель частной сыроварни Добрынин. По своей фамилии названа сыроварня. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Иванов, руководитель частной сыроварни. У меня название не обозначено. Я глава крестьянско-фермерского хозяйства, тоже по своей фамилии Иванов. Иванов. И мы располагаемся в Великорецком. В Великорецком. Великорецкое крестьянское сельское хозяйство. В прошлом часе мы говорили о том, что, к сожалению, когда мы приходим в магазины и видим сыры, мы не можем их попробовать. Мы не можем определить их на вкус, на запах, на цвет. Нет такой и традиции, да и как-то не закладывается это в маркетинговые ходы. Время от времени где-то можно кусочек урвать, но это не тот вариант. То есть, когда ты хочешь все-таки выбрать, то у тебя должен быть выбор, а не просто тебе дали попробовать, и ты побежал покупать. Да, это мы говорили, что иногда в магазинах при входе, вы помните, устанавливают палатки, попробуйте сыр. Вот у нас сегодня спецакция, например, на этот сыр. А вот чтобы ты пришел каждый день или раз в неделю, когда ты делаешь покупки, встал перед прилавком и просил от головки тебе отрезать маленький кусочек, чтобы попробовать. Вот этого у нас, к сожалению, такой традиции в России нет. В отличие от западных стран, где любой совершенно сыр можно сделать. Погоди, погоди, нет этой традиции в супермаркетах. Есть ли эта традиция в небольших сыроварнях? Мы сейчас его знаем. Да, ну давайте мы тогда приступим, начнем с того же, с чего мы начинали, с промышленными производителями. Мы расскажем о ваших историях, кто, когда и почему стал производить сыр, ну и даме первое слово дадим, Светлан. Ты к нам раньше приходила как человека, который занимается сельским туризмом, и мы рассказывали про экоусадьбу Ашеть, а вот сейчас мы будем говорить про сыр, и между этими периодами мы даже как-то и не встречались. Хотя я вижу, что очень активно и маркетинговую деятельность в соцсетях ты развиваешь. Почему к вам пришла вот эта идея производить сыр? С чего вы начали? Ну, мы все время проводим гастрономические туры, каждые выходные. Вот как раз то, что сказал Олег, пробует ли у нас, пробуют сыры, да, приезжают каждые выходные. Мы проводим гастрономические туры, мастер-классы. Конечно, наши гости сыры пробуют. С чего мы начали? Ну, я все время говорю, что после сырока человек понимает, чего он действительно хочет в жизни. Настало после сырока. И мы сейчас занимаемся тем, чем мы хотим, тем, что нам нравится. Эдуард Сыровар, который мой муж по совместительству, он учился в Италии сначала, потом у нас в России у фермеров учился. То есть он шел к этому, ну, это его мечта была. Это была его мечта. Мы переехали вошеть, конечно, не сразу, постепенно. В 2010 году мы сначала туда приехали. Вот сначала маршрут в Оснецовские тропинки сделали. Потом постепенно, все постепенно. Гости стали приезжать, гостевой дом для них построили. Потом сыроварением занялись. Вот. И сейчас у нас там сыроварня. Приезжают гости на выходные. Кушают наши сыры. Мы варим сыры. Вот сейчас сначала начали с молодых сыров. Сейчас уже перешли на твердые сыры. Заложены уже твердые у нас сыры. Первые твердые сыры будем уже открывать в июне месяце. Все наши сыры называются Воснецов, потому что мы находимся в месте, откуда пошел Воснецовский. Здесь надо после крестного хода к вам ехать. Да. Это не реклама. Ты сказала, что это была мечта ваша. И она как-то логично влилась вообще в то, что вы изменили образ жизни. Но ведь поездки и обучение у итальянских сыроваров и вообще поездки по стране, они такие... Это надо было серьезно решить. Это очень серьезно. Мы будем производить сыр и зарабатывать. Конечно. И зарабатывать. С каких конкретно сыров вы начали? Ну, мы начали, конечно, с мягких сыров, типа с качоты. Вот такие вот сыры. Вот у нас сейчас здесь... Да, у нас на столе появились сыры, которые Светлана привезла. С расплавливающихся сыров, с моцареллы, с косички. Вот эти сыры мы начали делать. Почему именно с них? Ну, с них, наверное, начинают все сыровары. Ну, я имею в виду в России, наверное, начинают все сыровары с этих сыров. Потому что твердые сыры – это очень сложная технология. И делать их дольше, гораздо выдерживать их дольше. И затратно. Поэтому, конечно, сначала начали с мягких сыров. А оборудование для этого – это дорогое удовольствие? У всех, наверное, сыроваров – свое оборудование. Но у нас совершенно простое оборудование. У нас большой котел, в котором мы варим сыры. У нас простое оборудование. У нас ничего дорогостоящего нет. Эдуард делает все так, как его учили в Альпах. Как его учили в Талии сыровары. Как они это делают? У него все вручную. У него вообще не автоматизировано. Светлана, вы говорили про мастер-классы. Значит ли это, что человек, приезжая, может попробовать сделать сам? Или все-таки это технология, которая не допускает посторонних лиц к производству сыра? Он от начала практически до конца показывает момент варки, как это происходит. При них прямо варит в кастрюле. Ну, в небольшой, конечно, кастрюле это все варит. И потом, ну, сколько-то времени, какое-то время он вылеживает, этот сыр, пока мы ходим на экскурсию. И потом они его кушают, вот этот сыр, который совместно, скажем так, мы сварили. Ну, свежий. Вот прямо сейчас сделанный. Да, свежесваренный сыр, и они его кушают. Давайте перейдем сразу, вот такой блиц устроим. У Виталия спросим, с чего он все начинал, как пришла эта идея. Виталий Добрын. Здравствуйте, еще раз. Идея пришла в голову, она достаточно давно, но начали воплощать мы ее примерно летом 2016 года, когда мы со своим товарищем, совладельцем нашей сыроварни, моим другом, сели в самолет и уехали на Кавказ. Посмотрите, вот эта новичность как раз истории кавказского гостеприимства, рынков, вот именно вот этого изобилия, радушия. Мы жили там и учились делать сыры. Потом приехали и здесь решили сделать, создать свое производство. Каким сырам, рецептуре каких сыров учат на Кавказе? Самых простых, сказала Светлана, это мягкие рассольные сыры, это сулугуни, брынза. Дальше мы освоили греческие сыры, халуми, естественно, там сыры какой-то итальянской группы, паста филата, моцарелла, бурац, трочетелла потихонечку начали делать. После Грузии куда-то еще ездили учиться? Нет, осваивали только исключительно на опте, на своем, то есть на опте сыроваров, можно сказать, онлайн. А где у вас производство находится? Мы находимся в самом городе Кирове. И молоко закупаете у какого-то конкретного производителя? Да. Одного? Да, конечно. Можно назвать этого производителя, откуда у вас молоко поступает? У нас молоко из Бахты. Кировское молоко из Бахты, небольшой, недолгий путь, логистически все близко. Это молоко вы как-то предварительно оценивали, подходит оно вам? Естественно. Естественно, был очень долгий выбор между многими производителями, взяли самые лучшие. С вашей точки зрения, а вы, Свет, где закупаете молоко? Ну, я хочу сказать, что у нас своих коров пока нет, хотя у нас такая усадьба, ферма еще только строится. Фермеров у нас в России очень долго истребляли, практически истребили, поэтому найти сыропригодное молоко крайне сложно. Мы также точно, как Виталий рассказывал, очень долго искали сыропригодное молоко. На сегодняшний день Эдуард каждое утро ездит на границу Сумского и Налинского района за 40 километров, чтобы взять сыропригодное молоко. Мы берем молоко только у фермеров, а от коров бессилостного содержания. Это главное наше условие в наших сырах. А что значит бессилостное содержание? Ну, коровы, от которых мы берем молоко, кушают траву летом, на выпасе на свободном, гуляют зимой сено. Давайте у Сергея Иванова спросим, с чего началась его история сыроварения. Добрый день. Здравствуйте. Ну, раз затронули тему как раз рационов коров и их содержания, то я бы мог бы, конечно, об этом всю нашу передачу рассказать. А мы после перерыва займемся этим, пока расскажите, с чего вы начали. Мы начали с того, что у нас появились, то есть мы поехали за бычками, когда мы их купили, а это оказались тёлочки. Это было 5-6 лет назад. Какие-нибудь геррифорды? Нет, нет, обычные. Вас обманули? Нет. Не обманули, просто бычков не оказалось, оказались тёлочки. Вот с этого началось, это было 6 лет назад. Сейчас у нас уже 40 голов стада. И действительно, чтобы производить хороший сыр, нужно огромное количество времени и сил тратить на то, чтобы рационы и, значит, скотинки, они позволяли выпускать вот это хорошее молоко, сыропригодное. Вы по случаю, получается, занялись сыроварением, да, в связи с тем, что не было бычков, хотели... Вы хотели мясом заниматься, а стали сыром? Нет, 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 это было начало пути. Потом у нас появились коровки, значит, всё больше и больше. Стал вопрос о реализации молока. С таким количеством молока, естественно, там 100-200 литров. Наши предприятия просто, ну, как бы не будут связываться с фермерским вот этим вот количеством молока. Поэтому стал вопрос о реализации. И мы начали с молока, кисломолочной продукции. Очень хороший творог у нас, например, был, появлялся. А потом, когда появились излишки, опять же, мы плавно стали делать и сырами заниматься. И сейчас занимаемся уже и полутвёрдо у нас уже созревает. И даже отдельные экземпляры дожили до годовалого возраста. Один из таких у меня лежит в машине. Так что мы можем его попробовать, посмотреть. Хотя... Лучше пока не открывать. Я привёз, да. Поэтому это, как я называю, это такой наш вятский пармезанчик уже. Потому что, конечно, мы до пармезанов ещё не доросли. Просто и по возрасту даже. А начали всё-таки с каких сыров? Начали с мягких, типа адыгейского, типа рассольного сыра. А потом, ну, это логическое такое завершение искусства сыровара, что он постепенно от мягких переходит к полутвёрдым сырам. А потом, если потеряет какой-то, значит, один из головок, где-то что-то заваляется, он превращается в твёрдый. Это такой путь. И потом, когда достаёт эту головку, пробует... Вот, батюшки, да это же пармезан. Вот. Привёмся сейчас на небольшой перерыв. После чего поговорим и о том, как вы реализуете свой сыр, и чем вы кормите своих коров. Продолжается программа «Разворот на бизнес». И прежде чем мы перейдём к вопросу о том, как вы реализуете свой сыр, вышли уже вы из той стадии, когда обеспечиваете только себя, мы уже поняли это, да. Мы хотим разобрать вопросы, которые поступили от наших слушателей. Поступили они на сайте эхокерова.ру. Мы выкладываем анонсы наших программ. И вот один из вопросов, он пришёл ещё между двумя часами. Мы обсуждали тут, в том числе, и с представителем Кировского молочного комбината. Нас спрашивают. Очень сложно найти хороший сыр, говорят. Категорически не берю с красителями и консервантами. Также вводят в замешательство такой ингредиент, как хлорид кальция. Зачем он нужен? Безопасен ли он и можно ли обойтись без него? Кто ответит? Давайте, Илья. Ну, Сергей, у вас есть твёрдые сыры? Да, полутвёрдые. Ну, да, и отдельно несколько экземпляров твёрдого. Если классификацию делать от времени выдержки этих сыров. Так вот, когда меня спрашивают, есть ли у тебя в сырах пальмовое масло. Я честно признаюсь, что в Великорецком пальмы не растут. Мы масло не производим, и поэтому у нас без этих добавок. Единственное, что присутствует, это закваска, это сычужный фермент, ну и время выдержки. Ну, цельное молоко, естественно, которое мы используем, которое мы сами приготовили, сами сдаили, сами обработали и получили сыры. Хлорид кальция необходим, особенно в зимнее время, когда белковая составляющая, то есть белок просто слабый. И в отдельные периоды он просто необходим, иначе сыр просто не получится. Так, ещё есть что добавить, Виталий. Вы с коллегами с молочного комбината обсуждали как раз в перерыве, что я, насколько поняла, что твёрдые сыры и полутвёрдые сыры невозможно производить без хлорида кальция. И кальций хлористый нас поправляли, да? Да. Хочу начать с того, что мы в свои сыры кальций хлористый не добавляем, но, по моему личному убеждению, кальций хлористый — это всего лишь уплотнитель сырного сгустка. То есть оно становится немножко поплотнее и гораздо удобнее в обработке. Я считаю, что ничего плохого в этом нет. Ну вот ещё раз Людмила Ивановна Лебедева, заместитель главного инженера и главного технолога ЗАО «Кировский молочный комбинат», сказала, что это обычный ингредиент, применяемый абсолютно всеми промышленными производителями, никакого влияния на здоровье не оказывает. И вот действительно является таким агентом, который связывает, собственно говоря, молоко для производства. Ну и, соответственно, без него можно производить мягкие сыры, которые наши гости производят, но полутвёрдые-твёрдые сыры, особенно в зимнее время, без кальция хлористого, сложно делать. Да, к вопросу от Вячеслава мы перейдём чуть позже. Он как раз логично будет вытекать, ответ на него будет вытекать, из той темы, которую мы затронем сейчас. И вот все по-разному стали производить сыр. Я так понимаю, что, Сергей Иванов, вы стали, Сергей, производить сыр, потому что у вас появились просто товарные, так сказать, отставки, молока, и уже нужно было что-то с ним делать. И теперь вот сыр, который вы производите, и молоко, они полностью покрывают потребности вашей семьи, и вы его, видимо, реализуете. Где вы реализуете свой сыр? Ну, надо сказать, что мы поучаствовали в своё время в гранте, который правительство области выделяло для фермерских хозяйств. И это реализация сыра, и вообще реализация продукции – это одно из главных, так сказать, вещей, которые нужно в ходе вот этого реализации этой программы надо было делать. То есть нам выделились деньги и на оборудование фермы, и на оборудование цеха, на технику. И поэтому не только мы кушаем, и мои дети, и, так сказать, родственники, но мы и продаём этот сыр, да. У вас большая семья? Вот просто вопрос. У меня пока девять детей, поэтому... Я чувствовал, что здесь есть какой-то подвох. Поэтому, ну, все, да, всем нравятся вот эти наши молочные продукции, и как они участвуют в помощи, так сказать, в деятельности нашего крестьянско-фермерского хозяйства. Также и кушают всё, что мы производим. Им нравится. Но также мы реализуем, да, конечно... Каким образом? Где? К вам потребитель едет? Или вы где-то выстраиваете цепочку маркетинговую и ищите продавцов? Да, мы в основном ищем продавцов. Мы продаём на эко-ярмарке. Это новая площадка, да, которая год назад организовалась на центральном рынке и сейчас на городских ярмарках, которые проходят каждую практически в субботу. А у вас как с реализацией дела, Виталий, обстоят? Как раз до того, как я расскажу, как дела состоятся в реализации, я вот буквально чуть-чуть скажу, что в нашем регионе молочная промышленность, она достаточно по сравнению с другими регионами развита очень хорошо. То есть все практически наши бренды, которые присутствуют в Кировской области, они реально вкусные. То есть было бы сравнение с зарубежным молоком, то есть с европейским, московским, питерским. То есть у нас молочка лучше. И, естественно, когда у нас стал вопрос вообще заходить сюда, то есть мы понимали, что на самом деле это будет сложно держать такой хороший уровень. Но дело в том, что у нас немножко другой продукт. У нас другой продукт по своей философии, который предполагает практически полностью ручной труд. То есть и подход к своим клиентам, как мы делаем сыры только под заказ. То есть практически каждый, кто пришел или организация, которая с нами сотрудничает, знает, что сыр сварили непосредственно для вас. А можно увидеть этот процесс? Или все-таки это закрытый процесс, и потребитель только видит этот продукт? Это закрытый процесс, и потребитель чувствует вкус. Да. И, возвращаясь к вопросу реализации, наш подход к реализации сыров – это, пожалуйста, сначала попробуйте. Вот попробуйте, мы за пробу денег не берем. Человек приходит к нам на рынок, на центральный, на октябрьский рынок, на ярмарку. Пробует, он говорит, ну да, хорошо, то есть берет. То есть вот таким образом мы привлекаем своих покупателей. А сколько у вас от себестоимости накрутка на сыр? Торговая надбавка? У нас нет такого понятия, как торговая надбавка. То есть вы продаете сами, вы не отдаете на откуп кому-то? Да. И свой продавец? Да, мы только сами торгуем. То есть мы… Сейчас мы поговорим про ценообразование. Прежде всего, Светлана Шиловой спросим, как вы реализуете. Ну, то есть вы все-таки к этому процессу подошли изначально тоже, вот как и Виталий, как к процессу, там, прежде всего, не покрытия собственных потребностей, да, изначально, а сразу же к производству, и понимали, что вы будете реализовывать. И где вы его реализовываете сейчас? Какими способами? Ну вот, на сегодняшний день так захотели покупатели, мы его пока так и реализовываем. У нас доставка точечная до квартиры или до офиса, до работы. Есть пункт самовывоза в городе, то есть можно туда привезти, мы оставим там, заберут покупателей там. Вот пока на сегодняшний день мы таким образом. Но сейчас вот тоже очень многие хотят там булочные, кондитерские с нами работать по городу. Ну, сейчас обведем, конечно, с ними переговоры, но пока еще не начали этим заниматься, потому что мы физически не успеваем, вот пока еще не успеваем. У нас покупателей, ну, не в два раза, может быть, в полтора больше, чем мы производим сейчас. Ах, то есть все-таки спрос превышает предложение на данный момент. А большие ли объемы берет один средний статистический? Это физлицы берут? Это не на перепродажу? Пока что всегда берут по-разному. Иногда физлицы, иногда прям целая организация. Очень часто мы привозим прямо вот в целую организацию, и все там, ну, кто заказывали, все там разбирают это все. Обороты. Сколько вы сейчас в месяц сыра производите? Ну, каждый день Эдуард варит по 200-300 литров молока. Выход 10%. А вы, Виталий, у вас какие объемы производства? У нас сейчас немножечко побольше. Уже побольше, да? А у вас? А у вас, Сергей? Мы сейчас тоже перешли практически полностью на сыр. У нас 300-350 литров надается молока, и все, мы его перерабатываем. В месяц? В день. В день. 300-350 литров, и тоже 10% получается выход сыра. Это порядка 25-30 килограммов сыра. Вот я сейчас поняла для себя, например, мы сразу ориентируем людей, где можно купить сыр. С промышленным производством мы определились, что это и сети, и собственные магазины. Здесь мы обозначили три точки, это эко-ярмарка, центральный рынок и октябрьский рынок можно приобрести этот сыр и попробовать сразу здесь на месте. Можно ли как-то вас найти в соцсетях, есть ли у вас собственные сайты, чтобы можно было связаться напрямую? Ну, конечно, да, я думаю, у каждого из нас есть эти странички ВКонтакте и в соцсетях каких-то. У нас, например, КФХ Великорецкая, вот, пожалуйста, заходите, там смотрите, заказывайте, напрямую выходите. То есть, и так же мы можем и доставить, и договориться, и дегустацию провести, и принять, так же, как Светлана своих гостей принимает у себя в этом замечательном месте, мы тоже можем пригласить Великорецкое, провести экскурсию по Великорецкому, свозить на источники, дегустацию провести, и этим уже... И посмотреть на тех самых коров у вас можно, которые дают это молоко для этого сыра. Дети участвуют в этом процессе, они в каком возрасте? Куда же они денутся? Естественно, да. У нас, кроме того, сейчас еще и лошадки есть, то есть есть целая программа, если кто приедет в Великорецкое, вот экскурсия на 5 часов обеспечена. Ну вот, это такие, это вот как раз экоусадьбы такие, которые совмещают себе экскурсионную программу и гастрономический туризм, и покупка самого сыра, а у Виталия другая история, конкретно производство сыра для потребителя, и тут очень интересно, Света уже сказала, что начинают присматриваться к этим сырам вот пекарни, которых становится все больше и больше, а мне интересно, рассматривают ли наши рестораны, которые предлагают такие сыры, фермерские сыры, но об этом поговорим после перерыва. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Все-таки, Олег, хорошо, когда мы с тобой берем такие темы, потому что сразу расслабляешься, улыбаешься, жизнь налаживается, сыр на столе. — Люди к нам приходят позитивные. — Люди позитивные. — А сейчас мы обсуждали, я хочу, чтобы мы это тоже озвучили обязательно, как должен производиться сыр, с каким настроением и под какую, может быть, даже музыку. Виталий, вот у вас процесс, как этот происходит? — Ну, я вот более чем уверен, что сыр должен производиться только с хорошим настроением, как, в принципе, любая, да. Вот это молоко, оно все чувствует. На самом деле, любую эмоцию, как вот и вода, знаете, кристаллы воды показывают интересные, когда все спокойно, классическая музыка, точно так же и молоко. Он убирает в себя хорошую энергию, энергию хороших, позитивных людей и вместе с этим продуктом переносит его людям. — А вот когда человек сам произвел и сам продает, ты сразу видишь, да, вот через чьи руки прошел этот продукт, собственно говоря. Ты, Света, говорила, что у тебя сыровар по совместительству муж, он вообще с музыкой ходит на работу. — Да, у него всегда включена музыка. Сначала я ему покупала классическую музыку, потом она ему надоела почему-то. И вот сейчас он в основном слушает джаз, причем у него так она очень громко. И он там, вот если зайти, посмотреть на то, как он работает, если он тебя не видит, это, конечно, очень интересно за этим процессом наблюдать. Он, вот как Виталий сказал, он всегда в настроении, он всегда на своей волне, и он всегда вот в этом сыре, в этом молоке, он весь вот в каком-то вот в этом облаке, в молочном. Он никогда там не ругается, никогда не повышает голос и очень часто никого не пускает туда. — Правильно, что не приносили свою негативную энергию. То есть сыр с привкусом джаза. — А в Великорецком какое настроение? — Ну, я хотел бы давать, что у каждого сыровара свой сыр. Вот если это действительно настоящий сыр, а если это ручная работа, то и на вкус-то он будет другой. Чем-то похож, там может быть консистенция еще, но все равно вкус свой. Естественно, когда идешь делать сыр, ты все самое лучшее, ты должен этому и отдать. Особенно это касается полутвердых сыров, например. Когда им еще, вот с твоим, так сказать, благословением еще надо созреть 2-3-4 месяца год, то, естественно, как ты, что ты вложил туда, в этот продукт. — То и вырастет, как дети. — То и вырастет, да, как дети, потому что на самом деле сыры — это живой организм, или там симбиоз такой, так сказать, этих колоний молочнокислых бактерий, да, или там. Ну, в общем, действительно, на самом деле очень интересная профессия, очень интересное ремесло, и злых людей там нет, я вот уверен. Потому что если ты хочешь создать что-то доброе, какой-то добрый продукт, ну, ты должен как-то к этому стремиться. — Скажите, коллеги, а в последнее время у нас больше появляется вот таких частных сыроварен, или их число стабильно? Как за рынком следите? Видите ли вы повышение конкуренции? — Ну, я, в принципе, знаю всех, наверное, может быть, единственный, со всеми знаком. Тенденция, она всегда есть к тому, что увеличивается, увеличивается количество людей, которые начинают заниматься сыром. То есть я всегда называю их своими коллегами, знаю, что… — Ну, вот мы, например, в студии сидим, мы все друг друга знаем, все друг друга были. — И потом в общей доле рынка, наверное, это все-таки… — Ну, примерно сколько? Я хочу просто понять, сколько людей в год, например, прибавляется на этом рынке? Сколько людей в год? — Насколько я знаю, то есть у нас вот люди кто-то начинал заниматься, и переставали заниматься. Я вот скажу одно, я не знаю в цифрах, но все, кто занимался этим серьезно 2-3 года назад, подчеркну, серьезно, все работают. — Все работают. И еще один очень важный вопрос. — Вопрос только лишь в отношении к этому вопросу. — Да, еще один… У нас все поступает и поступает, вопросы про сыр нам все приносят и приносят. — Да, надо подключать, подключать на телефон. — Да, ну, я хочу просто узнать, все-таки вот очень важно это дело. Сергей, вы сказали, что вы воспользовались нашим региональным грантом, он помог вам закупить оборудование, да, стартовать, а вы, коллеги, на свои деньги начинали или пользовались какими-то программами региональными, может быть, мы на свои. — Мы тоже на свои. — Но если хочется, то есть программы, которыми можно воспользоваться. — Да, если поподробнее об этом сказать, что об этом деле, то на самом деле у нас в области есть все для начала этого, ну, даже большого, ну, небольшого предприятия, потому что есть специалисты, эти специалисты работают и в нашем Вятском ГУ, например, ВятГУ. Это молочный техникум, которые могут там подсказать, рассказать, научить тебя. У нас есть прекрасные специалисты по оборудованию, это, например, молочная машина русских, которая сейчас на Лепсе располагается, они могут сделать любой тебе аппарат для большого, маленького количества молока, причем на таком, на уровне всероссийском, федеральном, ничуть не хуже со всеми. У нас есть молоко, которое можно найти на самом деле и воплотить свои вот эти, так сказать, мечты в сырное, сырное в сыр, вот. И надо, я вот совершенно тоже, я думаю, что мои коллеги также не боятся никаких особой конкуренции в этом деле, потому что действительно хорошо бы, чтобы в каждой деревне, в каждом селе, ну, я не знаю, был свой сыр. Швейцария чем богата? Своими сырами. И в каждом деревне там, скажем, варят свой сыр. У нас все тоже для этого есть, поэтому есть программы по развитию, очень прекрасные люди работают в нашем департаменте сельского хозяйства, начиная от министра, заканчивая специалистами, которые тебе расскажут, покажут, помогут там в расчетах, пожалуйста, можно и это все найти, то есть было бы желание. — Ты подвис просто вопрос про рестораны. — Про рестораны, да. — Помнишь, мы хотели спросить, есть ли на сырных тарелках ресторанов продукция в фермерских хозяйствах или только сыры какие-то завозные? — Есть заявки от ресторанов на ваши сыры? — Да, мы работаем практически со всеми ресторанами в городе Кирове, ну, с большинством, большинством ресторанов мы работаем. — Так, вы, Светлана? — Мы с ресторанами работать пробовали, но пока еще не укрепились в каком-то конкретном ресторане, но пробовали тоже работать. — А вот сейчас вернемся к Италию. А какие сыры рестораны закупают? — Вот знаете, у всех абсолютно разная потребность, и вот в наше производство оно может произвести сыр под любую потребность. Допустим, для гриля очень хорошо подходит греческий сыр халуми, который мы производим. Есть заведения, которые специализируются на этом, им очень нравится наш сыр халуми. — А грузинские рестораны, сулугуни у вас берут? — Да. — Вот у нас кировская сулугуни в грузинских ресторанах. Прекрасно. — Мы работаем. — Сергей, а вы? — С парой ресторанов мы работали, да. Сейчас нет. — У нас есть вопрос от Вячеслава. Он спрашивает, сколько должен стоить килограмм хорошего сыра, от какой суммы начинается, если это настоящий сыр. И тут нужно вернуться немножечко к первому часу. Если мы говорим про промышленный сыр, промышленное производство, то, что на полках сетевых магазинов, просто продуктовых магазинов, то нам как раз начинали объяснять, что 250 рублей — это только себестоимость молока, которая заложена в килограмм сыра, плюс наценка магазина составляет 25-30%. Это уже 325 рублей. И это еще без затрат на производство, на зарплаты и прочее. — На налоги аренды и прочее. — То есть мы понимаем, что нормальный сыр не может начинаться быть дешевле, чем 300-400 рублей от промышленников на полках. И это будет минимальная совершенно доходность для производителя. Поэтому, собственно говоря, сырной отраслью не так все прекрасно, как может показаться с первого взгляда. А что касается фермерского сыра, на что вы смотрите и ориентируетесь? Мне кажется, вот когда я прихожу, например, на рынок, мне кажется, что фермеры, они как-то все-таки держат какой-то там общий уровень цен. Ну вот так вот. — Но торговаться-то можно или нет? — А, и можно ли торговаться? — Можно ли скинуть. — И можно ли торговаться? Из чего складывается цена? Смотрите ли вы друг на друга? И можно ли с вами торговаться? — Светлана. — Ну, у нас, например, цены фиксированы. Если говорить про цены, то средняя оценка, цена примерно, средняя цена — 75 рублей за 100 грамм. Вот. И я хочу сказать, что ниже мы опускаться не собираемся, потому что я не представляю, что может быть ниже этой цены, как вообще можно продавать фермерский сыр ниже этой цены. — Виталий кивает головой, согласен? — Я согласен, но средняя цена наших сыров — это где-то 625-650 рублей. То есть есть там отдельные позиции, они, естественно, могут быть подороже. Но вот дешевле, чем 600 рублей мы продавать сыр физически не можем, потому что, допустим, каждый должен заниматься своим делом. Допустим, у кого-то, у фермера, у него свое молоко. Но для того, чтобы иметь свое молоко, мы хотели изначально в эту историю пойти и с этим. Но это же нужен очень хороший зоотехник, это нужен очень хороший ветеринар, это базовое, настолько базовое и сложное воспроизводимое знание, что мы для себя четко определили, мы переработчики молока, мы частная сыроварня. То есть мы молоко перерабатываем, у нас нет возможности его производить. И подводя к цене, естественно, для того, чтобы молоко у нас появилось на производстве, на нашем небольшом производстве, то есть это затраты на доставку обязательно ложатся на каждый литр. И мы понимаем, что либо молоковоз введет 30 тонн, либо мы везем совершенно небольшое количество молока. А бензин практически одинаковый, понимаете, а в тысячи раз может быть разница. — У Сергея другая ситуация, собственная корова, собственное молоко у вас как формирует сына? — Собственная корова, собственное молоко, и мы иной раз разрываемся, чем же нам, что же нам подкручивать, где гайки-то, или у коров там что-то подкручивать, или на производстве, или, значит, машины... — Или пальмы выращивать, нет? — Нет, это принципиальный вопрос, нет, ни за что. Вот, и поэтому, или машину ремонтировать, которая доставляет, допустим, до Кирова у нас 100 километров от путь. Поэтому, ну, поскольку у нас молоко, значит, свое, у нас несколько и объем, так сказать, побольше, у нас несколько, мы можем поменьше сделать, у нас сыры где-то начинаются от 450 рублей, но это касается мягких, опять же, сыров. Но они быстрого приготовления, поэтому, как бы, в пересчете на молоко, вот, но на самом деле, действительно, вот это реальные цифры, которые дают минимальные вот эти экономические какие-то показатели. — Да, и у нас заканчивается время дневного разворота. Есть у нас еще один вопрос, я думаю, что он быстрый ответ получит. Понятно, что сырье — это большой процент успеха в производстве сыра, а вот само нахождение сыроварни в экологически чистом районе влияет на качество сыра. К вам, Виталий, вопрос, не мешает ли вам шлейф дымовой от ТЭЦ? — Нет, не мешает. — Нет. Молоко привозится из экологически чистого района и закрытое производство сыра. Благодарим наших гостей — Светлану Шилову, Виталия Добрынина, Сергея Иванова, представителей частных сыроварин. Очень вкусная и приятная была цена. — Тема. — Тема. Я надеюсь, что мы ее достаточно глубоко копнули и раскрыли и тонкости производства, и ценообразования. Ну и по окончании второго часа, наверное, Олег, тоже можно сделать вывод, что производители кировские, будь то промышленные производители, будь то фермерские хозяйства, производят хороший настоящий сыр. Будьте здоровы, ешьте сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...